По словам одного из организаторов круглого стола Тенгиза Джопуа, в стране назрела острая необходимость создания организации, целью которой стало бы объединение именно людей, а не каких-либо политических организаций и общественных движений, а также создание так называемой дорожной карты вывода страны из кризиса сроком на 5 лет, содержащей ключевые меры по реформированию политической системы страны. Мы уже последние 25 лет, может быть 10 лет, наиболее активно, все время практикуем друг друга, ищем виноватого. А все проблемы, которые существуют в этой стране, мы так и не решили. Мы и виноватых не нашли, и проблем не решили. Мы вместе садимся и создаем дорожную карту вывода страны из кризиса сроком на 5 лет, содержащая ключевые меры по реформированию политической системы страны, правоохранительного блока и социально-экономической сферы. Среди задач новой организации Тенгиз Джопуа видит также стабилизацию общественно-политической и экономической ситуации в стране, укрепление существующих институтов, а также реформирование политической системы Абхазии. По словам депутата Народного собрания Алмаза Джопуа, необходимо объединить усилия и определить цели и задачи, и конкретные шаги для их достижения. Первым очередным вопросом являются вопросы идеологии, где мы, мне кажется, многие из нас забыли, для чего вообще в принципе нам нужна эта государство, то есть с какими целями и задачами люди, которые его построили, его построили. Мне кажется, сегодня вот эти аморфные фразы, типа «мир во всем мире» и «благо для народа», оно должно конкретизироваться в каких-то конкретных предложениях, то есть что мы хотим от завтрашнего дня. Общественный деятель Станислав Лакоба считает, что в процессе реформ в стране активное участие должна принимать молодежь. Основной машиной, которая может повести, так сказать, вперед этот процесс, это прежде всего молодые люди 30-50 лет, на которых, в общем-то, возлагают очень большие надежды. Молодые, которые способны творчески мыслить, реформировать общества, которые были бы чисты и порядочны. На встрече прозвучали различные мнения как об общественно-экономической ситуации в Абхазии, так и о путях ее дальнейшего развития. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение.